МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплухиной. Коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь ты в армии. В Заречном начала работу комиссия по призыву на срочную службу. Зареченцы, они всегда отличались от всех других, не только своей подготовкой, не только своими знаниями, умениями, но и своей дисциплиной. Не стареют душой. В творческом фестивале в песнях «Останемся мы» выступили ветераны Никерет. Мы участвуем в волонтерском движении. Городском – это серебряные волонтеры. Вот, помогаем на всяких фестивалях городских. Ну, в общем, на всех городских мероприятиях мы участвуем. На старт, внимание, поплыли. Очередным этапом спартакиада-дешкалята стали соревнования по плаванию. Далее подробности этих и других событий. Заречный признан самым комфортным для проживания городом Пензенской области. По данным индекса качества городской среды за 2022 год, который составляется ежегодно в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», Заречный набрал 229 баллов из 360 возможных и обогнал областной центр на 32 балла. Индекс рассчитывается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Городская среда считается благоприятной, если индекс качества превышает 180 баллов. На втором месте в рейтинге по Пензенской области находится Сердобск с индексом 204 балла. На третьем – Каменка, набравшая 202 балла. В Заречном выбирают тротуары, которые будут отремонтированы в 2023 году. Вопрос восстановления асфальтового покрытия рассмотрел в ходе прямого эфира глава города Олег Климанов. Мы составили полный перечень наших тротуаров, которые требуют ремонта. Все ремонтные работы на всех тротуарах осмечены. И стоимость полной ремонта составляет больше 20 миллионов рублей. Но в бюджете этого года мы смогли найти только 13 миллионов, которые мы можем направить на ремонт тротуаров. Поэтому зареченцам предлагают самим определить наиболее проблемные участки, которые потребуют ремонта в первую очередь. Руководитель муниципалитета разместил на своей официальной странице ВКонтакте пост со ссылкой на форму для голосования. Список тротуаров включает 11 пунктов. Выбрать можно несколько из них, но не более трех. Все, что нужно, выделить участки, которым, по вашему мнению, необходим ремонт, и нажать кнопку «Отправить». Голосование продлится до 10 апреля. С началом апреля в России стартовала весенне-летняя призывная кампания. Порядка 60 зареченских юношей отправятся на срочную службу в ряды Вооруженных сил страны. В городском военкомате приступила к работе призывная комиссия. Егор Владимирович будет просислено в ряды Вооруженных сил. Я вас собираю. Заречный присоединился к весенне-летней призывной кампании. В городском военкомате начались заседания комиссии. Юноши призывного возраста проходят обязательную процедуру медицинского осмотра. Врачи определяют группу здоровья. От этого напрямую зависит, в каких войсках срочники будут проходить службу. Всего мы планируем за это время отправить больше 65 призывников нашего города в Вооруженные силы Российской Федерации. Проходить службу наши ребята будут в основном в Центральный военный округ, Восточный военный округ. На территорию новых субъектов Российской Федерации проходить службы, срочные службы никто не будет убывать. Также в этом году зареченцев не отправят служить в подшефной части, на Балтику и в Сызрань. Дело в том, что там теперь не принимают срочников. Наши подшефные подразделения стали контрактными подразделениями. Флот полностью стал для прохождения контрактной службы. Воздушно-космические силы также. Срочники проведут вдали от дома один год. Но все это время родной город будет поддерживать с ними связь. Зареченские призывники всегда на хорошем счету в войсковых частях. Я уверен, что вы, как и все предыдущие призывы, все те, кто проходил службу, с достоинством выполните свой воинский долг. Потому что зареченцы, они всегда отличались от всех других не только своей подготовкой, не только своими знаниями, умениями, но и своей дисциплиной. Не было ни одного случая, чтобы нам было за кого-то стыдно. Предполагается, что первые призывники наденут военную форму в конце апреля. Основная масса срочников должна отправиться к местам прохождения службы летом. Ксения Тризна, Вячеслав Кюртаев, Телерадио, компания «Заречный». В Заречном завершается сезон работы выездных торговых рядов на улице Озерской. Заключительная ярмарка выходного дня состоится в ближайшую субботу. 8 апреля в Заречном пройдет последняя ярмарка выходного дня в этом сезоне. Торговые ряды под открытым небом закрываются на перерыв из-за теплой погоды. Этому способствует температурный режим, рекомендованный Роспотребнадзором, дабы не предотвратить порчу продуктов, которые реализуются на данной ярмарке. Всего в завершающийся сезон в Заречном было проведено 14 ярмарок выходного дня. Свою продукцию в наш город привозили сельхоз и товаропроизводители из 19 районов Пензенской области. Возобновление ярмарок выходного дня планируется с октября текущего года. На последней ярмарке будут все участники представленные, которые у нас заезжают на ярмарку. Торговые ряды, как и прежде, будут размещены на улице Озерской с 8 до 14 часов. На последней ярмарке горожане смогут купить хлебобулочные изделия, крупы, мед, плодово-овощную, фермерскую продукцию и многое другое. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Народный коллектив «Инклюзивная театральная студия «Шаг. Дома культуры дружбы» одержала победу в грантовом конкурсе «Православная инициатива» фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Поддержку получил проект «Сурский край. Свет души», посвященный 360-летию Пензы, которое областной центр отмечает в этом году. В основу нового спектакля студии лягут сказания, легенды, сказки народности пензенского края – мордвы, чуваший, татар, русских. Кроме того, в рамках проекта участники театральной студии «Шаг» познакомятся с творчеством пензенских режиссеров, посмотрят спектакли Пензенского областного театра драмы, театра студии «Белая ворона», посетят мастер-классы, познакомятся с историей и традициями народности пензенского края, а также проведут гастрольные показы своей новой работы в городах Пензенской области. Подробнее о работе студии «Шаг» и ее новом проекте мы поговорим с руководителем коллектива Мариной Халюкиной. Встреча в студии сразу после рекламы, ну а пока к другим темам. В Заречном продолжается городской фестиваль творчества ветеранских организаций «В песнях останемся мы». Третий сезон проекта посвящен сразу двум юбилейным датам – 65-летию Заречного и 65-летию выпуска первой продукции градообразующего предприятия. Свой творческий вечер представили ветераны Ники Ред, доказавшие, что они не только физики, но еще и лирики. Более 150 человек в зрительном зале. Здесь собрались бывшие работники Зареченского научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники. Горожане не только обменивались друг с другом новостями с заслуженного отдыха, но и демонстрировали свои таланты и творческие способности. Будут и солисты петь, и квартет будет петь из школы искусств, но они с нами связаны, не просто так. Теперь будут танцевать из детской школы искусств, балет будет, будет цирк, дети выступать, будет ансамбль, пение, бальные танцы. Везде ветераны участвуют, кроме детских номеров. Детские номера – это внуки. Старались, чтобы было красиво. Ну и концертная программа у нас, по-моему, неплохая будет. Так что потом чаепитие. Ветераны Ники Ред приняли участие в городском фестивале «В песнях останемся мы». Антонина Знабишина выступает с вокальным коллективом «Поющие сердца». У нас ансамбль, и исполняем мы две песни. Одна песня, написанная жительницей нашего города Заречного, Шайкиной Людмилой Владимировной. Песня о Заречном. И вторая песня – ложечки, пензенские ложечки. Мы готовились, ну, приходили два раза в неделю, мы приходили, готовились. Ну, желательно, чтобы коллектив был побольше, поющих в сердец был побольше. На творческом вечере прозвучали авторские стихотворения, которые сочинил и продекламировал ветеран Ники Ред Иван Космач. Валерий Пшеничников подарил бывшим коллегам песни в сольном исполнении. Ты, любовь моя, как алая розница, Как песня, ты, любовь моя, Ишь день, которой нет. В настоящее время в ветеранской организации Ники Ред состоит 280 человек. На заслуженном отдыхе зареченцы стараются не терять времени и принимают активное участие в общественной жизни города. Занятий у нас очень много. Вот сейчас мы занимаемся конкретно плетением сетей, в частности. Вот. Кроме того, мы вот участвуем в волонтерском движении. Городском – это серебряные волонтеры. Вот. Помогаем на всяких фестивалях городских, ну, в общем, на всех городских мероприятиях мы участвуем. Творческий марафон «В песнях останемся мы» проводится уже в третий раз и объединяет все городские и ветеранские организации. Новый сезон проекта приурочен к 65-летию создания Заречного и выпуска первой продукции градообразующего предприятия. На каждом творческом вечере работают члены конкурсной комиссии. Они оценивают выступления и отбирают самые яркие номера, которые будут включены в финальный гала-концерт. Наталья Илья Стратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Зареченские детсадовцы продолжают состязаться в силе, ловкости и скорости. Очередным этапом городской спартакиада «Дешкалята» стали соревнования по плаванию. Малыши должны были показать свое умение держаться на воде и выполнять несколько упражнений. При этом время преодоления дистанции не учитывалось. Рассчитать силу толчка от бортика и правильно скоординировать движение рук и ног. Это не совсем обычные соревнования. На старт вышли самые юные зареченские пловцы – детсадовцы. Ребята учатся держаться на воде и преодолевать дистанции в бассейнах своих дошкольных учреждений. Небольшой турнир стал возможностью проверить навыки. Дети должны показать пять упражнений. Это стрелочка, торпеда на груди, стрелочка на спине скольжения, уже торпеда на спине с работой ног и кроль в координации на задержку дыхания. Время не оценивается, оценится правильность исполнения этих упражнений по пятибалльной системе. Судейская комиссия внимательно следила за правильностью выполнения упражнений юными чемпионами. Соревнования по плаванию среди детсадовцев организованы в рамках спартакиада «Дешкалята». В команде у нас четыре девочки, четыре мальчика. Если людей у нас набирается побольше в командах, то в зачет идут четыре. Четыре, а дальше уже личные результаты у нас тоже есть отдельно среди мальчиков, отдельно среди девочек. Соревнования по плаванию не учитываются при подведении общих итогов городской спартакиада «Дешкалята». Это связано с тем, что не во всех детских садах есть бассейны. Но результаты этих состязаний помогут при формировании сборной команды «Заречного» для участия в областном турнире, который пройдет 14 апреля в Пензенском дворце водных видов спорта «Сура». Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». О новом проекте инклюзивной театральной студии «Шаг» и не только, сразу после рекламы. С 4 по 8 апреля. Распродажа. Пальто, куртки и ветровки без торговой наценки. Улица Комсомольская, 10А. Торговый центр «Ряд». Сокольный этаж. Города бывают разные. Есть города, красивые летом. Есть те, что раскрываются весной. А где-то вас ждут зимние и осенние города. Заречным можно любоваться всегда. Приобретайте видеозарисовки о городе в телерадиокомпании «Заречный» по адресу улица Ленина, 18Б. Справки по телефону 60 13 19. Подарите «Заречный» родным и близким. Цифровая экосистема Северного морского пути. Подготовка второго энергоблока «Беларусь-КС» к вводу в эксплуатацию. Композитное будущее страны. Смотрите в среду в 20.00. Новости на канале «Заречный» про дом. Продолжаются у нас по традиции время встречи с гостем. И сегодня я с удовольствием приветствую в нашей студии руководителя народного коллектива инклюзивная театральная студия «Шаг» Дома культуры и дружбы Марину Халюкину. Добрый вечер, Марина Алексеевна. Здравствуйте, Светлана. Итак, Марина Алексеевна, прежде всего, позвольте поздравить вас и всех участников театральной студии «Шаг» с получением награды, безусловно, награды за ваш труд и за ваши проекты. Это грантовая поддержка от Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Грантовый конкурс назывался «Православная инициатива». Вы получили средства на осуществление своего проекта. О том, что это за проект, мы поговорим чуть позже. Ну а сейчас, давайте, если вдруг кто-то не знает и не представляет, что это за коллектив театральной студии «Шаг», давайте немного познакомимся. Как давно вы существуете? Кто входит в состав вашего коллектива? И чем вы занимаетесь? Коллектив наш был образован в 2015 году, в декабре 2015 года. То есть, получается, в этом году нам будет 7 лет. Коллектив театральный. Сначала он существовал как клубное формирование, то есть так по интересам клуб. Мы развивались. Сначала у нас был небольшой состав участников. Опыт мы, я и сама тоже набирались все вместе опыта. Я тоже как-то училась, ну, самообразованием занималась. Мне это было очень интересно. Ребята тоже втянулись. Как-то наши интересы совпали. Постепенно у нас появлялись новые спектакли. Мы начали участвовать в конкурсах, выезжать, втянулись в это все творческое дело. Сейчас у нас в студии больше 20 человек. Это заречницы совершенно разных возрастов. Самым младшим 12, самым старшим за 50. Вот мы очень стараемся как-то жить дружно, находить общение, подход друг к другу, потому что очень много ребят с особенностями развития. Есть в нашей студии и совершенно здоровые участники. Мне кажется, что это самое главное, когда мы разные, но мы пытаемся дружить и творчески расти. И вот в этом году планирую, ну, как бы мы уже начали потихонечку работу над нашей новой постановкой. Всегда открыто творчество. У нас всегда много идей. Ребята очень любят выезжать, очень любят выступать. Они очень выросли. И я за ребят очень рада, искренне рада за их творчество, за их достижения. Марина, у вас достаточно, ну, своеобразные специфические постановки, ну, наверное, не похожи ни на один-другой спектакль. Как вы их создаете? Это ваше совместное творчество со всеми артистами? Ну, в общем-то, да. Мы ушли от работы над готовым материалом, с пьесами. Но мне, как руководителю студии, стало это не очень интересно, поскольку я сама человек творческий. Я очень люблю придумывать. У меня такое творческое очевидение. Поэтому все наши последние спектакли, то есть вот уже три спектакля, я как бы пишу сама под ребят, для ребят о том, что меня волнует, что ребят волнует. И вот, допустим, последняя наша работа. То есть в основу мы что-то берем, но не готовую пьесу. Я считаю, что это, наоборот, здорово. Есть режиссеры, которые маститы, профессиональные, они работают, да, по готовым пьесам. У них другой подход к этому, к творчеству. У нас, я даже очень рада, такой, может быть, с натяжкой сказать, несколько любительский, хотя все-таки образование я получила, но зато это дает возможность больше выражаться, то есть самовыражаться, да, потому что готовая пьеса, она все равно уже написана ни влево сильно, ни вправо, неправильно, нехорошо. И если бы на наш спектакль пришел какой-нибудь маститый режиссер, я не знаю, там, Пиньского театра «Дамы» или московского, он бы, конечно, сказал, ну, конечно, самодеятельность. Но это не важно. Самое важное, что я сама подхожу всегда очень творчески, потому что постановка должна быть интересна и здорово, когда она необычна. Я к этому так отношусь. Выходить за рамки, именно вот что чувствуешь, что на самом деле делать, и будет все правильно. Марина, март для вашего коллектива был достаточно продуктивен. Да, вы побывали на фестивале, ваши участники приняли участие в городском конкурсе. Давайте об этом поговорим. Ведь вы успеваете, в общем, не только жить театральной студией своей. Да, мы стараемся по возможности выезжать, принимать участие в конкурсах, в фестивалях. Ну, во-первых, вот тот фестиваль, который, допустим, был в марте, он был именно особый фестиваль, то есть в нем принимали участие именно инклюзивные театральные, музыкальные коллективы, ребята с особенностями. Было очень много участников, и мы даже просили, чтобы нас поставили где-нибудь там, ну, не в самом начале, чтобы мы приехали и посмотрели на других ребят. Потому что, на самом деле, это очень важно, когда ты видишь, там очень много знакомых нам уже ребят, с кем мы встречались на других конкурсах, фестивалях. И для нас это, конечно, возможность показать себя, потому что многие друг друга знают, что мы в прошлом году и в позапрошлом привозили, что на этот раз привезли. И вообще здорово, когда ты на сцене, и тебя понимают, и кричат себе «Браво!», и получают заряд того, как раз творческого творчества, которое нужно и другим, тем же самым родителям, которые воспитывают таких ребят, тем же самым педагогам, которые работают и с ребятами, с инвалидностью, и со взрослыми, с молодежью. Поэтому мы стараемся всегда выступать достойно, и всегда при возможности принимаем участие в различных конкурсах. Это позволяет расти, понимать оценку жюри. У нас несколько было таких интересных случаев, которые нам говорили о том, что мы в тяну молодцы. Да, и ребята у нас принимают участие и в городских конкурсах, конкурс штецов. Мало того, некоторые ребята настолько, то есть в них открывается вот эта творческая жилка, и они начинают не только в студию участвовать, они начинают что-то писать, что-то петь, что-то читать. Вот это, наверное, самое важное, что они получают. То есть они открывают себя, а когда человек открыт, он счастлив. Он не замкнулся, не в коробочке сидит. Это хочу, значит, я буду это делать. Я и это буду делать. И тогда человек действительно счастлив в жизни. Ну, то, что вы сейчас говорите, оно, мне кажется, важно для всех, не только для тех, а у каких-то особенностей. Для каждого человека. Для каждого. И вы немножко предвосхитили мой вопрос, уже начали на него отвечать. Как изменяются ребята от занятий в студии? Ведь за 7 лет, наверное, вы уже наблюдаете, что они действительно меняются. Да, я даже сейчас приведу пример. Буквально вот недавно проходил городской конкурс наставников и педагогов, в котором я, как руководитель студии, принимала участие. И так получилось, что к нам в студии пришли новые ребята, где-то 5-6 человек, ну, совсем новенькие, которые никогда на сцене практически не выступали, почти все. И я приняла решение, что мы их сразу берем и ставим на сцену. Пусть это будет там не очень там ловко, не очень красиво, у них не все получится, они не умеют там двигаться, что-то еще. Ну, я их целенаправленно поставила на вступление. И потом, когда мы работали, они все старались, очень старались. Но потом, когда вот мы потом после конкурса с ребятами сели, посмотрели видео, внимательные зрители сразу заметят, что в коллективе два поколения, первое поколение, которые сияют, улыбаются, они все умеют. И новенькие, которые так вышли, на них так лица нет, где я? Что я? Вот прямо на них лица нет, а они в первом ряду стоят. Ну, мы так это обсудили. Ну, то есть, да, и поэтому видно, да, что человек много лет этим занимается, он умеет собраться в нем. Он знает, что нужно делать, и он от этого получает огромную радость. И есть те, кто только-только пришел, но они будут тоже учиться, я думаю, что у них все отлично получится, главное, чтобы было желание. Вы в студии, у вас есть занятия с цинической речью, с циническим движением, то есть вот все, что принято в обычных театральных студиях? Конечно. У нас даже у ребят есть разделение. Одни очень любят циническую речь. А, сегодня речь! А другие любят движение, давайте движение. Какие-то ребята любят только тренинги. Ну, мы занимаемся, естественно, всем, потому что, ну, это правильно, нужно себя вот... Ну, вот так вот, то есть есть у нас прямо такое разделение, кто что любит. Марина Алексеевна, ну, в марте у вас был продуктивный, участвовали в конкурсе ваши воспитанники, участвовали в конкурсе вы сами, вместе со всеми участниками театрального коллектива. Вы побывали на фестивале, а теперь вам предстоит не менее продуктивная работа над реализацией гранты, который выделен вам в конкурсе «Православная инициатива». Давайте о том проекте, который вы представляли на этот конкурс. Проект задумывался еще в прошлом году, то есть, когда ты делаешь одну работу, как в сказке, да, на одну ягодку смотрю, другой, там, тянусь, третье мерещится, да, там, поэтому всегда творческие идеи, они возникают задолго до того, как будет реализовано. И поэтому, ну, как бы знаю о том, что будет юбилей Пензы, моя задача, как руководителя, конечно, привлечь средства финансовые, потому что, конечно, можно, у меня ребята спрашивают, Марина Алексеевна, вот если бы мы не выиграли грант, я говорю, мы все равно поставили спектакль, просто другими какими-то средствами, вот, поэтому всегда отправляя, готовя грантовую заявку, ты пытаешься вложить в нее, ну, достаточно серьезные цели, глубокие смыслы, потому что конкурс на таких, на грантовых, прошу прощения, конкурсах всегда достаточно высокий. И поэтому эта идея ко мне пришла еще в прошлом году, я и начала так потихонечку собирать, как творческий, сначала в картинках, что мы хотим, что планируется, и, в общем-то, в рамках, я всегда очень рада, когда мы, получаем поддержку, это, во-первых, ну, кто писал гранты, те люди меня поймут, это огромное, слово не подходит, огромнейшая работа, чтобы только подготовить заявку, и потом огромная работа, чтобы ее реализовать в соответствии с требованиями грантодателя. Вот, и «Сурский край свет души», название такое пришло, потому что наша задача это поставить спектакль, в котором мы хотим отразить и разность, и единство народностей, которые проживают в Пенинской области, это чуваши, татары, мордва, русские, наследие, культура этих народов очень интересна, очень интересно, мы уже распределяем роли, мы распределяем роли, попробуем в этот раз сделать, допустим, вот, в больших театрах, где там есть несколько составов тропы, там запасные, как же называется, не запасные, дублеры, дублеры, да, попробуем так сделать, потому что у ребят, вот, кто с особенностями развития, бывают там и обострения, заболевания, нам приходится делать какие-то замены. На спектакле мы уже начали работать, роли примерно уже распределяем, и в рамках этого гранта мы ставим, первый ставим спектакль, второй мы сами развиваемся, то есть, чтобы ребята могли проникнуться, да, той культурой, наследием, какими-то традициями вот этих народностей, мы специально заложили туда расходы на посещение музеев и фестивалей, которые помогут ребятам почувствовать эту атмосферу, да, разных народов, потому что, действительно, это очень, это очень глубокий пласт, это очень интересные культуры, то есть, в рамках гранта мы и спектакль ставим, и с ребятами посещаем музеи, фестивали различного творчества, мы, мало того, поскольку все-таки юбилей Пензы, мы, ну, я стараюсь, как бы, чтобы ребят тоже развивались, мы познакомимся с режиссерами Пензы, у нас запланировано две встречи творческих, это с режиссером драматического областного театра, Сергеем Казаковым, встреча, творческое знакомство и посещение спектакля, потому что многие ребята ни разу не были даже в театре драмы, и мастер-класс совместно с ним, и совместно с ребятами пензенскими с ограниченными возможностями здоровья, и знакомство с руководителем, режиссером театра-студии Белой Вороны, тоже города Пензы, тоже просмотр спектакля, его обсуждений, и совместный мастер-класс, то есть у нас будут два мастер-класса с обычными ребятами, которые любят театральное творчество, и с ребятами, которые тоже с особенностями развития, которые занимаются этим творчеством. И на осень у нас запланировано несколько выездных спектаклей по Пензенской области, я всех ребят уже предупредила, что готовьтесь, осенью скучно, не будет вообще, отдыхать будет некогда. Ну, вот, в общем-то, вот так вот. Марина Алексеевна, когда планируете выпустить спектакль новый? Нет, ну, выпустить спектакль мы его сделаем, возможно, даже уже летом, но официальную премьеру мы все равно будем делать в рамках Декады инвалидов, то есть мы не будем отходить от традиций, потому что мы его и обкатаем немножко, и почистим, это нормально, но как бы все ребята будут себя чувствовать уверенно, и поэтому в Декады инвалидов в декабре будет премьера официальная, да, спектакль. Ну что ж, будем ждать вашей новой работы, поскольку все ваши работы интересные, яркие, необычные, и уж равнодушным точно никого не оставляют. Да, мы даже с ребятами как бы будем учить напевки, диалоги, колыбейные на разных языках, то есть задумок у меня очень много. Все будет. Спасибо вам огромное, Марина Алексеевна, спасибо за ваше творчество, за ваш труд, и успехов вам и вашим ребятам. Большое спасибо. У нас в гостях была руководитель народного коллектива инклюзивной театральной студии «Шаг Дома культуры и дружбы» Марина Алексеевна Халюкина. На этом я с вами прощаюсь, спасибо, что были с нами, до встречи на родном канале «Заречная» и пусть новости будут только хорошие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Дома Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин